Керлингом Настя занимается уже три года, практически с момента открытия этой секции в Сочи. Но инвентарь приобрести семье оказалось не так-то просто. Поэтому Настя попросила исполнить ее мечту главного зимнего волшебника. Анатолий Пахомов не стал разрушать детскую веру в чудеса и просто передал подарок от Деда Мороза. Ты это хотела? Вот как раз и самое главное, значит, специальная обувь. Она тебе как раз будет? Или это и надо? Такое должно быть? Подойдет. Ну вот давай, мы тебе как раз от Деда Мороза. Керлинг едва ли не самая первая командная игра на свете. Ей уже свыше 500 лет. В Сочи этот олимпийский вид спорта получил популярность в 2014 году. Сейчас в этом центре действуют 10 отделений. В целом в Сочи создана уникальная материально-техническая база. 23 тысячи мест в спортивных школах. Столько же в учреждениях культуры и образования. Но при всем этом пока еще занятость детей на курорте не стопроцентная. Я очень хочу, чтобы все детки, которые в школу ходят, чтобы кроме занятий физкультуры в школе, они еще занимались в спортивных школах. И ты выбрала для себя тоже керлинг, совершенно неизвестный до Олимпиады вид спорта. Теперь у вас 70 человек там уже пока, да? Вот в школе самой керлинга 70. Но это еще пока маловато даже. Надо всех деток приглашать туда, всех хороших. Ты же сама захотела и всех-всех завид. Настя не удержалась от желания сразу примерить новые тефлоновые слайдеры. Так называется специальная обувь для керлинга. Они ей пришлись в пору. Теперь впереди только победа, уверена девочка. Причем ее бабушка в прошлом прославленная спортсменка, чемпионка по акробатике. Так что внучке есть на кого равняться. Уже скоро Настя примет участие в турнире, который пройдет в Сочи с 13 по 19 февраля. Я хочу, чтобы вы пришли. Приду. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.